Ух, красота-то какая! Неземная прям! Столько цветов-то разных тут. И зеленый есть. Теперь даже жаб довольна будет, которая меня душила в момент заказа этой непонятной цепи. Ну-ка, земноводные, подтверди. Отлично! Ну, тогда погнали, что ли? Приветствую! Всем здоровья! Сегодня про новую цепь на мой шоссейный велосипед. Вот, собственно, эту марки с UMC. Как-то так за точность признашения не отвечаю. В общем, данная цепь произведена в Китае и оттуда же заказывалась. На доставку с момента оплаты и до получения посылки в Москве потребовалось 12 дней. Ну, это недолго. За доставку 5 баллов. Итак, начнем. Что, прежде всего, тут бросается в глаза? В глаза бросается то, что производитель, особо не заморачиваясь, просто копирует все с цепей КМС, внося небольшие изменения. Ну, возьмем, к примеру, название. Конкретно в этой линейке цепей с UMC есть три варианта. Это SX10, SX10EL и SX10SL. Если убрать первую букву S, то мы получим обозначение цепей X-серии от КМС. Кстати, давайте, раз уж упомянул другие модели этой линейки, то и расскажу, чем они отличаются. Итак, SX10 самая простая версия. Затем идет SX10EL, который имеет облегченные как внешние, так и внутренние пластины цепи. Ну и в модели SX10SL к облегченным пластинам добавляются и полые пины. Ну, что, очевидно, делает цепь еще легче. Ну и теперь непосредственно к обзору цепи. У меня, как все уже, полагаю, поняли, средняя модель SX10EL. Попробую расшифровать. Итак, первая S, это, полагаю, означает с UMC, далее проще. X скопирована у КМС и обозначает присутствие технологии X-Bridge. Цифра 10 обозначает, что цепь предназначена для работы с 10-ти скоростным блоком звезд. А EL, в свою очередь, значит экстра-лайт, ну то есть дополнительно облегченная. Собственно, так же, как и у КМС. В общем, как-то так. Ну и теперь про то, что при заказе конкретно данной модели цепи доступна в трех вариантах цвета на выбор. Это серебряный, золотой и, собственно, как в моем случае, цвет мазутного пятна на воде. Ну, что же, настало время рассмотреть цепь пристальнее. Если продолжать сравнение с цепью КМС, то здесь точно так же, как и с названием, все похоже, но с небольшими изменениями. Отверстия в пластинных цепи имеют чуть другую форму и выглядят немножко меньше по сравнению с отверстиями в цепях КМС. Вот, для примера, кусочек цепи КМС. Отверстия у них во всех цепях имеют одну форму, потому как, наглядный пример, сойдет и этот формент цепи X11SL. Далее на внешних плоских пластинах цепей присутствуют насечки форме X, тема также подрезанная у КМС. Правда, если я не ошибаюсь, по-моему, плоская пластина в X-серии именно с такими насечками у КМС встречается только в версии под 12-скоростной блок звезд. Все остальные цепи этой серии имеют внешнюю пластину с утолщением по центру в форме объемного X. Вот, собственно, для наглядности. Надеюсь, видно, о чем я. Что еще можно сказать о пластинах? Внешние и внутренние пластины имеют фаски для лучшего переключения. Фаски на внутренних пластинах практически у всех одинаковые. Ну, тут сказать нечего. А вот те, что на внешних пластинах, тут сильно похожи на шамановские. Ну, в общем, чисто китайская тема с миру по нитке. Следующие пины. В данной цепи они расклепаны, и это делается для достижения большей прочности. В общем, это хорошо. Подобные вообще делают практически все уважающиеся производители. Ну и напоследок, пожалуй, последнее сходство тут с цепями КМС – это замок цепи. Знакомый уже многим Missing Link. Кстати, у меня тут есть оригинальный замок КМС от цепи на 10 скоростей. Ну, а далее без комментариев. Вот, собственно, как-то так. А далее настало время взвесить цепь. О, итак, на сайте заявлено, что цепь SX-10E на 116 звеньев весит 256 грамм. Ну, сейчас выясним, соответствует ли это действительности. Цифры перед нами. Реальный вес цепи составляет 267 грамм. Давайте добавим замок. И теперь вес составляет 270 грамм. Ну, что же, китайцы немножечко обманули. Бывает и такое. А теперь, как обычно, предварительный итог. Начну с того, что цепь мне понравилась, и прежде всего в ней меня подкупил, конечно же, цвет. Причем подкупил он меня еще на этапе выбора цепи, и признаюсь, цвет не разочаровал. Это просто космос какой-то. Лично мне очень нравится. Помимо этого, отмечу, что собрана цепь качественная. Пластины все аккуратные. Пережатых или излишне свободных звеньев в цепи нет. Ну, собственно, первое впечатление исключительно положительное. Ну, а больше узнать о ней я смогу теперь только в процессе эксплуатации. Но это уже совсем другая история. В общем, если кого-то эта цепь уже заинтересовала, то ссылку вы на нее найдете, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!